Ну а теперь к центральному матчу тура, который случился в Санкт-Петербурге. Зенит против Спартака. Яркая афиша и яркий матч подстань. С нетерпением матч ожидался. Зенит в первом туре попробовал свои силы на фоне крыльев Советов. Поддержал минимальную победу со счетом 1-0. Крыльев Советов, естественно, в нынешнем состоянии не сравним со Спартаком. Ну а Спартак проиграл сопоставимому, наверное, по силам Динамо со счетом 1-0. Нелестно отзывался о качестве той игры Валерий Карпин. В итоге уже во втором туре обоим соперникам представилась возможность попробовать свои силы на фоне друг друга. К составам обращаемся сразу же. Вот состав Зенита на эту игру. Губачан, Крижниц, Ломберт, Санюхов, четверка защитников. Широков, Денисов, пара опорников. В центре играл Даня, Быстров, пусть и по краям, в качестве единственного нападающего Александр Киржаков. Очень хорошая скамейка. Извините, у нас остались на ней Лазович, Зырянов. Не вышел тоже с первых минут. В общем, было кем усиливать игру. И в конце концов это пришлось делать. Так же, я вперед скажу. Теперь состав московского Спартака. Здесь серьезные изменения произошли по отношению к первому поединку. Марек Сухи дебютировал в российском чемпионате. Вышел он в пару к Ярануку в качестве центрального защитника. Паршевлюк получил в свое распоряжение весь правый фланг. Фактически не было правого полузащитника Спартака в этом матче. С левого оборудования сыграл Макеев. Сабитов вместо дисплифицированного, получившего красную карточку Шишукова, исполнял роль опорного полузащитника. Якоблев, Ипсон чуть левее, чуть правее соответственно действовали. Аликс под нападающими и нападающих в стартовом составе Спартака в этом матче было сразу два. Ари и Велентон. Вот такой вот мощный бразильский тандем. Теперь смотрим сам матч. Можно даже говорить о некоем бразильском кулаке, потому что и Ипсон помогал атакам и старался вести игру Аликс. В общем, матч получился действительно захватывающим. И с первых минут стало понятно, что будет много борьбы, будет много таких жестких столкновений, но и комбинации красивые, стремительные, на скорости тоже проходили. Вот атака Спартака. И здесь, может быть, чуть-чуть надо было не такую резкую сделать передачу на дальнюю штангу. И вполне возможно, Павел Яковлев мог бы уже замкнуть ее. Да, очень порадовало то, что уже во втором таре, в ту туре, мы получили очень качественный и очень интересный поединок, который, на мой взгляд, претендует на звание быть, наверное, лучшим матчем этого сезона. Ну, из тех, что были сыграны. Счет открыт на 12-й минуте. Авторству гола приписано Велитону. Многие рассмотрели там один или два миллиметровых, полутора миллиметровых офсайдов в этом поединке. Но если они там и были, я думаю, что у арбитров встречи не было никакой возможности их зафиксировать. Поэтому гол засчитан 1-0. Спартак повел в счете достаточно быстро и мог свое преимущество увеличить и укрепить тоже, наверное, еще в первой половине первого тайма. Вот такие вот моменты создавались красно-белыми у ворот Вячеслава Малафеева. В первые 20-25 минут Спартак смотрелся просто блистательно. Команда летала по полю, демонстрировал вот тот самый приятный такой спартаковский футбол, который, надеются болельщики Спартака, Валерий Карпин сможет команде применить. У «Зенита» несколько выпадал Владимир Быстров. Сложно сказать, с чем это было связано. Какие-то психологические причины или, может быть, недостаточная физическая готовность. Но на него партнеры играли сравнительно редко. Это еще от того, что Быстров не часто себя предлагал. Так удобно, чтобы можно было через него продолжить атаки. Ну а во второй половине второго тайма очень сильно прибавил «Зенит». Вот этот вот аспартаковский задор-азарт спал на нет, сошел в минуте, опять же, где-то к 25-й. И здесь уже питерцы захватили инициативу, не упускали ее вплоть до самого конца первого тайма. Смотрите, как опасно у ворот Джанаева. Атака проходит одна за другой. Здесь Саблуч Кусти в качестве одного из организаторов. Чуть ранее Александр Киржаков по воротам опасно бил. В общем, игра раскачивается, игра набирает темп. Игра приобретает характер маятника, столь любимого многим болельщикам, особенно теми, которые не болеют ни за одну из команд в текущем поединке, которым просто нравится смотреть хороший агрессивный атакующий футбол, какой команды и демонстрировали. Смотрите, что делает Саслан Джанаев. Рискованно выходит из ворот, выбивает мяч из-под ног у Кусти. Левый фланг тоже, может быть, не совсем был удачно выстроен у Зенита в первом тайме, потому что Кусти не хватало креатива, не хватало настырности. И не случайно, может быть, то, что после перерыва он был как раз заменен, на второй тайм уже не вышел Венгр. Вот как раз мы видим эту замену. Лазович, Данк Лазович появляется на поле. И таким образом Спалетти, наверное, в еще большей степени делает акцент на атаку, потому что, понимая, такой матч проигрывать ни в коем случае нельзя. Старается спартаковская оборона, старается зенитовская атака, но до поры до времени все это результата не приносит. Очень положительное впечатление оставили обе команды, если вот так вот размышлять, говорить, наверное, об основных итогах этого матча. Посмотрели мы, наверное, и на настоящий Спартак, на что он будет способен в нынешнем сезоне, на фоне сильного соперника, и посмотрели определенными отрезками мы на настоящий зенит, наверное, местами увидев вот истинный потенциал этой команды. Очередной момент у ворот Джанаева. Здесь Лазович не успел замкнуть прострел. Александр Киржаков старается, бьет по воротам. Протаптывает постепенно по правому флангу он дорожку туда к владениям. Сослана Джанаева. Быстрого меняют на 70-й минуте. Итальянец Розина выходит вместо него. И Розине суждено было сыграть довольно важную роль в исходе этого матча, потому что именно он исполнял тот самый стандарт, после которого мяч оказался в воротах Спартака. Но это мы увидим чуть позже. Вот пока подтверждение наших слов о том, что было много жесткой борьбы в этом матче. И соперники, в общем, не жалели ни себя, ни друг друга. Видим, что в концовке матча уже спартаковцы больше нацелены на удержание счета. Но это ни в коем случае не отменяет атакующих порывов, которые красно-белые готовы были предпринять в любой момент. На 72-й минуте Алекс покинул поле. Жану Ананидзе вышел вместо него. И, в общем-то, в игру по большому счету вписался. Настолько, насколько можно было в нее вписаться. При том, что нерв оголялся, интрига закручивалась. Все меньше и меньше минут основалось до конца матча. И в итоге на 88-й случился вот этот эпизод. Да, Розина подает. И зенитовцы выиграют в воздух в чужой штрафной. Там Дан Калазович выпрыгивал на этот мяч. Ну, а нанес удар в итоге Николас Ломберц. 1-1. Итог на табло. Итог для нас выдающийся, потрясающий, искрометный, интереснейший футбол. Смотревшийся на одном дыхании.